Сегодня в пятой школе завершилась первая смена оздоровительного пришкольного лагеря Яралаш. Всего ее участниками стали 150 детей. Это лето в Яралаше детям точно запомнится надолго. Первая смена прошла по мотивам сказок. По сюжету замок волшебника заколдовали, и он стал черно-белым. Ребятам предстояло это исправить. Постепенно, с выполнением каждого задания, детям выдавали части целой картинки. К концу смены замок был расколдован и вновь стал цветным. На концерте закрытия каждый из отрядов показал творческий номер. Все настолько проникли сказочной атмосферой, что номера получились зажигательными и запоминающимися. Дети провели целый месяц в творческой атмосфере, посещали различные мероприятия и, конечно же, обрели новых друзей. Самые активные ребята были награждены почетными грамотами. Я первый раз в лагере. Мне очень понравилось. Прямо тут все классно, ярко. Хорошие и красивые моменты были. Мне понравилось в лагерях мероприятия всякие. Участие. Я два раза хожу уже в лагерь. Мне очень нравится. Здесь очень добрые вожатые, воспитатели. Очень классные ребята. Мы гуляем, вместе дружим, играем на площадках пенербол, занимаемся инфляциальными играми. Станислав Солодовников – преподаватель физической культуры в пятой школе. И для него этот опыт вожатства стал первым. Под его чутким руководством отряд «Звездочки» занимал победные места в различных конкурсах и спортивных соревнованиях. В целом, конечно, понравилось. Прошел месяц очень незаметно. Буквально сегодня утром подумали о том с детьми, что завтра мы больше не встретимся. И стало грустно, конечно. Очень понравилось. Весело было в этот месяц. Я нашел новый подход к детям. То есть стал их по-другому понимать, воспринимать. И, наверное, мне будет легче работать с детьми дальше. Название отряду было дано не случайно. По словам вожатого, его дети такие же яркие и зажигательные, как настоящие звезды. Эта смена была не только интересна творчески, но и полезна для детского здоровья. На протяжении всего месяца отряды посещали оздоровительные мероприятия на базе взрослой поликлиники. Из развлечений были различные конкурсы и соревнования, которые были реализованы в рамках проекта «Про каникулы». Если говорить об итогах, то, наверное, самый главный итог – это, наверное, эмоциональное настроение детей с тем настроением, с которым они ходят. Ну и второй, наверное, итог – у нас практически очень мало пропускающих ребят. Но это, наверное, говорит о том, что все-таки ребятам здесь очень нравится. А 5 июля двери школ вновь распахнут свои двери для детей, которые станут участниками второй смены пришкольных лагерей. Татьяна Максимова, Петр Князев, Новости Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова